добрый день на сегодняшнем уроке мы продолжаем рассуждать и обсуждать чем же метод татьяны сахарчук отличается от других итак первый пункт это осознанность которую мы развиваем через чувствительность и обратную связь второе мы работаем конкретно с целевыми мышцами третье мы находим свои слепые зоны и возвращаем эти слепые зоны в свое осознавание и управление а теперь четвертый пункт четвертый пункт это а знание из прикладной кинезиологии которая позволяет зайти в проблему с разных позиций ну например я на одном из прямых эфиров давал объяснение по грудинно-ключично сосцевидной мышцы мы с вами берем пальчики и проверяем мышца имеет два брюшка крепится снизу значит ключица грудине и одним брюшком крепится к сосцевидному отростку если у меня разные тонусы или разное напряжение мышц первое что я могу проверить то есть целостный при это подход из прикладной кинезиологии хорош тем что мы можем вот именно с разных точек посмотреть на проблему мы берем свои уровень сосцевидных отростков подходим к зеркалу и смотрим а нет ли у нас разницы на уровне да то есть линии сосцевидных отростков мягко прощупываем мышцу отодвигая ее в сторону то есть ваши руки становятся прекрасным инструментом корректирующим и смотрим они болезненно ли от подвижны ли мышцы нет ли участков напряжения и вдруг мы с вами осознаем что у нас есть проблемы напряженный участок очень часто это верхняя треть этой мышцы и мы начинаем задумываться у нас есть проблемы с верхней третью мышцы здесь мы начинаем рассматривать с точки зрения мышечно-фасциальных значит линий по майорсу возможно это проблемы передние мышцы мышц сгибателей или это же мышца относится к боковой мышцы мышцам которые относятся к боковому сгибанию возможно есть здесь проблемы в статике в движении смотрим с другой стороны возможно это функциональная группа мышц которые относятся поясничная подлопаточная грудинно-ключично-сосцевидная возможно есть проблемы с точки зрения горизонтальных плоскостей тоже смотрим с этой позиции и тут друг думаем а возможно у меня есть проблемы которые связаны с тем что группа до антагонистов сзади например длинные разгибатели шеи в общем-то недорабатывают или у меня есть фиксация верхней шейном отделе или возможно у меня есть компрессия добавочного нерва тот нерв который непосредственно иннервирует эту мышцу или возможно у меня есть проблемы которые связаны с тем что вот это укорочение вот это изменение состояния этой мышцы она находится на зоне еремного отверстия это значит венозный отток лимфатический отток а это значит напряжение со стороны лицевого нерва потому что выход со стороны сосцевидного отростка может захватить наш лицевой нерв может быть мне надо посмотреть другие проблемы в теле которая может создавать провокацию это грудинно-ключично-сосцевидная мышца вот знание из прикладной кинезиологии позволяет каждое согласование каждый кусочек в нашем теле смотреть на него с позиции целостности такой холистический подход это всегда позволяет работая с целевой мышцы со слепой зоной с осознанностью включая ее в целостную работу с телом изменять все наше тело целиком я думаю что если вам скажу что есть такой функциональных связей да по принципу анохина что здесь происходит первое мы развиваем свою чувствительность и ощущения это непосредственно работа с нервной системой мы собираем структурное свое тело за счет целевых мышц и правильного то есть перераспределения до натяжение нервно-мышечных волокон и наших фасций третье мы ищем слепые зоны у каждого у нас с вами разные слепые зоны мы проверяем нет ли у нас зон которые ушли из нашего контроля и нашего управления и что самое главное мы смотрим на это целостно и когда мы возвращаем даже одно движение в нашу нервную систему это всегда изменение всей нервной системы но нервная система это не только мышцы нервная система это эндокринная система наша задача каждым своим уроком увеличить свою адаптацию задача нервной системы позволяет нам адаптироваться в этом окружающем мире каждый урок каждое движение это не только про мышцы это не только про нервномышечную связь это про вашу адаптацию к тому что происходит в мире Поэтому результат постоянен, он все время увеличивается, и вы все время имеете возможность расти. Это еще одна особенность нашего метода. О следующей особенности мы поговорим на следующем уроке.